Привет, комрады! В этом обзоре речь пойдет о советской противорадиолокационной и противокорабельной ракете Х-31. Ракета, которая была принята на вооружение под самый распад Советского Союза, но о которой узнали более детально только в последнее время и которая дорабатывалась уже в России. Расскажу коротко историю ее создания, о ее возможностях и модификациях, а также о том, почему решили создавать две ракеты, которые можно было бы использовать и против радаров, и против кораблей. Перед началом не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. Это делает наш контент лучше. Let's burn! 70-е годы в СССР были насыщенные по части разработки ракет класса воздух-поверхность, воздух-воздух и разработки противокорабельных и противорадиолокационных ракет. На это было две причины. Первая – это наличие у США современных на тот момент систем ПВО и наработок ряда перспективных систем. Вторая – это развитие новых технологий, микроэлектроники и оптико-электронной техники в СССР, что позволило по-новому подойти к созданию авиационных ракет. Тут вам и создание лазерных головок самонаведения и телевизионных, тут вам и начало работ по созданию семейства ракет Х-25. Это ракета, которая базово создавалась с лазерной головкой самонаведения и предназначалась для поражения различных наземных целей на максимальном расстоянии примерно в 7-10 километров. Но не про нее сегодня. Она важна в контексте тех задач, которые были поставлены конструкторскому бюро при создании ракеты Х-31. Так вот, в Советском Союзе прекрасно понимали, что наличие у Соединенных Штатов зенитных комплексов, которые могут уничтожать самолеты-носители тех же ракет Х-25, еще до того, как они зайдут в зону пуска ракет, является огромной проблемой. Да еще и в тот же период в США работают над новым перспективным ракетным комплексом, который мы сегодня знаем как МИМ-104 «Патриот». Но тогда еще был другой зенитный комплекс у США, который активно использовали для перехвата воздушных целей. Это МИМ-23 «Хоук». Версия «Импрувт Хоук» МИМ-23Б, которая была принята на вооружение в 1971 году, могла перехватывать воздушные цели, которые летят на максимальном расстоянии в 40 километров. И на «Патриот», и на «Хоук» есть обзоры на канале. Ссылки будут в описании. Рекомендую посмотреть, чтобы понимали, зачем в 1972 году в Советском Союзе понадобилось создавать новую противорадиолокационную ракету. В 1971 году новый «Хоук» принимают на вооружение. И становится очевидным, что нужна новая ракета, которая сможет поражать этот же комплекс на расстоянии в 40 километров, чтобы ракета «Хоук» не успела уничтожить самолет-носитель раньше, чем он произведет пуски ракет. Вот так в 1972 году ОКБ «Звезда» получила задачу начать разрабатывать новую авиационную противорадиолокационную ракету с дальностью поражения целей примерно в 40 километров. В ОКБ «Звезда» решили взять за основу именно ракету «Ха-25», чтобы максимально удешевить производство. Так начали работать над противорадиолокационной ракетой «Ха-27ПС». Решили установить пассивную радиолокационную головку самонаведения, которая была бы разработана в научно-производственном объединении автоматики. Но это не решало конечного вопроса. Дальность полета в 40 километров. Это потребовало установки нового двигателя, что и было сделано. Испытания этой ракеты начались только в 1975 году. Но уже к этому времени прекрасно понимали, что такой комплекс как «Патриот» сможет перехватывать воздушные цели на расстоянии в 60 километров. Поэтому уже и «Ха-27ПС» не удовлетворяет новым вызовам. Не только по дальности полета, а и по скорости полета. Нужна была новая ракета, которая могла бы уничтожать радары и лететь дальше и быстрее. Таким образом, в 1975 году перед ОКБ «Звезда» встала задача разработать новую ракету. Чем они и занялись. Так начинается история создания противорадиолокационной ракеты «Ха-31». Уточню, что стартовый вес ракеты «Ха-27ПС» составлял немногим более 300 килограмм, при массе осколочно-фугасной боевой части в 90 килограмм. Максимальная скорость полета ракеты достигала примерно 850 метров в секунду. Первоначально в ОКБ «Звезда» планировали, что новая ракета будет весить порядка 400 килограмм, будет иметь пассивную радиолокационную головку самонаведения и сможет поражать радары противников на расстоянии в 60 километров и более. Таков был план, такова была задача. Надо было найти решение обеспечения необходимой скорости полета, которая была бы выше, чем у «Ха-27ПС». Брать тот же двигатель «ПРД-276» просто не было смысла. Он не выполнял поставленных задач. Поэтому надо было найти другое решение. Его видели в следующем. Взять комбинированный прямоточный воздушно-реактивный двигатель, который будет работать на маршевом участке полета, и обеспечивать необходимую скорость полета. И стартовый твердотопливный ракетный ускоритель, который размещается в камере сгорания прямоточного воздушно-реактивного двигателя, который будет разгонять ракету и запускать прямоточный двигатель. Для тех, кто не знает, комбинированный прямоточный воздушно-реактивный двигатель содержит маршевый и скрепленный с ним разгонный двигатель, воздухозаборники, оснащенные заглушками, сопла и камеру сгорания. В корпусе камеры сгорания размещается элемент, центрирующий разгонный двигатель. Принцип работы такого двигателя следующий. Во входное устройство двигателя поступает воздух со скоростью полета. Кинетическая его энергия преобразуется во внутреннюю, давление и температура воздуха повышаются. На входе в камеру сгорания и по всей длине проточной части наблюдается максимальное давление. Нагревание сжатого воздуха в камере сгорания происходит путем окисления подаваемого воздуха. При этом внутренняя энергия рабочего тела увеличивается. Далее поток сужается в сопли, рабочее тело достигает звуковой скорости, а вновь при расширении сверхзвуковой. За счет того, что рабочее тело движется со скоростью, превышающей скорость встречного потока, внутри создается реактивная тяга. Использование такого двигателя решало вопрос скорости полета и дальности полета. Но стало понятно, что для его установки с размещением необходимого количества топлива и боевой части, вес ракеты будет значительно выше, чем 400 килограмм. А задача вот еще какая была, чтобы на самолеты-носители можно было установить и использовать до двух ракет Х-31. А тут, как вы сами понимаете, есть пределы погрузоподъемности. Одним из самолетов-носителей рассматривали Су-24. На него ранее выходил обзор на канале. Ссылка будет в описании. Посмотрите, чтобы понимать причины этого. К работам над новой ракетой также привлекли научно-производственное объединение автоматики. Они получили задачу разработать сразу три пассивные радиолокационные головки самонаведения. Почему три? Потому что хорошо понимали, что ракету будут использовать против различных радаров, которые работают в различных диапазонах. А время было такое, что было невозможно сделать одну ГСН против всех видов радаров. Поэтому поставили задачу разработать три. Таким образом, параллельно велись работы как по созданию всей ракеты в целом, так и по созданию двигателя для нее и головок самонаведения. И пока разрабатывали противорадиолокационные ракеты, в конце 70-х годов все более набирала обороты тема создания авиационных противокорабельных ракет. Например, в 70-х годах появляется хорошо известная авиационная версия противокорабельной ракеты «Экзосет». Но и было ряд других успешных разработок и перспективных проектов. На «Экзосет» ранее выходил обзор на канале. Кто не видел, ссылка будет в описании. В Советском Союзе посчитали, что тоже в этом плане не нужно пасти задних. И в 1978 году издали постановление, согласно которого нужно из ракеты Х-31 сделать еще и противокорабельную ракету. Таким образом, версия противорадиолокационной ракеты получила индекс Х-31П, а версия противокорабельной ракеты – Х-31А. Компоненты двух ракет были максимально унифицированы, чтобы не создавать абсолютно новую ракету, а уже на базе имеющихся наработок создать противокорабельную ракету. Задача была, чтобы новая ракета могла успешно поражать корабли водоизмещением в 4500 тонн. Для этого в ВКБ «Звезда» решили, что этой ракете нужна и другая боевая часть, чтобы можно было пробить корпус корабля и другая головка самонаведения. Поэтому начали разрабатывать для Х-31А проникающую боевую часть. А научно-производственное объединение автоматики получило задачу разработать активную радиолокационную головку самонаведения для этой ракеты. На то, чтобы обе версии были готовы к первым испытаниям, понадобилось 4 года. НПО автоматики создали 4 вида головок самонаведения – 3 для противорадиолокационной версии и 1 для противокорабельной версии. Для ракеты Х-31П были созданы пассивные радиолокационные головки самонаведения ПРГС-4ВП, ПРГС-5ВП и ПРГС-6ВП, которые работают в разных диапазонах. Для ракеты Х-31А была создана активная радиолокационная головка самонаведения АРГС-31. В 1982 году обе версии ракет отправили налетные испытания. Использовали два прототипа. Один предназначался для проверки пуска ракеты, ее возможностей на стартовом участке полета и стабилизации в воздухе. На втором прототипе смотрели, как ракета работает на стартовом и на маршевом участке полета, смотрели работу прямоточного воздушно-реактивного двигателя. В 1983 году начали уже проводить испытания противорадиолокационные ракеты с различными головками самонаведения. Были некоторые проблемы с дальностью полета за счет еще и формы носового обтекателя. Его пришлось сделать унифицированным для всех головок самонаведения. Улучшенную ракету повторно отправили на испытания уже в 1984 году. Тут тоже появилось ряд проблем, включая массы ракеты. Она была тяжелее, чем первоначально планировали, из-за чего пришлось перерабатывать некоторые элементы конструкции, чтобы сделать ее легче. На это ушло примерно два года. Усовершенствованную противорадиолокационную ракету повторно отправили на испытания в 1986 году. С учетом всех этих улучшений, в этом же году отправляют на испытания и противокорабельную ракету Х-31А. Испытания ракеты Х-31П продолжались до 1987 года с внесением некоторых изменений. И вот в том же году было рекомендовано отправить ее в серийное производство и принять на вооружение, что случилось в 1988 году. А вот испытания ракеты Х-31А продолжались вплоть до 1989 года. И в том же году рекомендовали ее принять на вооружение, что в свою очередь было сделано в 1990 году. Но тут, как вы понимаете, началась следующая проблема. Развал Советского Союза. Это повлекло за собой то, что особой надобности в них уже и не было. Да и денег на серийное производство тоже особо и не было. С 1991 года их начинают предлагать на экспорт. И в том же году впервые покажут на международной выставке в Объединенных Арабских Эмиратах. С момента принятия на вооружение было сделано ряд модификаций, которые позволили двум видам ракет лететь на большее расстояние. Это Х-31АД, Х-31ПК, Х-31ПД и Х-31ПМ. И также была создана мишень на базе ракеты Х-31А, МА-31, в которой отсутствовала головка самонаведения и боевая часть. Мишени закупались в 90-е годы США для отработки их перехвата. Про эти версии я расскажу в соответствующих разделах. Боевое применение у ракет Х-31 не такое и богатое. Впервые их применяли в 2008 году в ходе военных действий в Грузии. Российская сторона применяла эти ракеты. Следующее боевое применение было в ходе военного конфликта между Россией и Украиной. Российская сторона применяла обе версии ракеты, в том числе против радаров зенитных комплексов, которые использовались украинской стороной. По оценкам Форбс, за 2024 год одна ракета Х-31П стоит полмиллиона долларов. Вот такая вот она история ракеты Х-31. А теперь более предметно про то, что собой представляет противорадиолокационная версия ракеты. Корпус ракеты Х-31П цилиндрической формы. Он выполнен из титановых сплавов и жаропрочных сталей. В небольшом количестве используются также дюр-алюминий и композитные материалы. Стартовый вес ракеты составляет порядка 600 килограмм. В длину она 4700 миллиметров. Диаметр корпуса 360 миллиметров. Размах крыла 914 миллиметров. Ракета состоит из трех отсеков. В носовой части размещается одна из трех пассивных радиолокационных головок самонаведения. ПРГС-4ВП, 5ВП или 6ВП, которые имеют разные диапазоны. Далее размещается осколочно-фугасная боевая часть массой в 90 килограмм и неконтактный взрыватель. Далее расположен маршевый прямоточный воздушно-реактивный двигатель 31ДП. В камере сгорания маршевого двигателя размещается твердотопливный стартовый ускоритель, который после отделения ракеты от самолета-носителя обеспечивает ей разгон до скорости запуска маршевого двигателя. На внешней части корпуса расположены четыре воздухозаборника, которые закрыты заглушками, которые в свою очередь отлетают после пуска ракеты. Для того, чтобы использовать ракеты, на самолеты-носители устанавливается авиационная катапультная установка АКУ-58. На одну такую установку размещается одна ракета Х-31. Как происходит весь процесс работы ракеты? Пилот обнаруживает цель и разворачивает самолет по направлению к цели. Тут надо уточнить, что в пределах плюс-минус 8 градусов от положения цели по курсу возможен пуск ракеты. На ракету передаются координаты цели и параметры полета. После этого происходит пуск путем передачи команды на катапультное устройство. Происходит так называемое катапультирование ракеты по направлению к цели. Запускается ракетный ускоритель, который разгоняет ракету до скорости запуска маршевого двигателя. Когда стартовый ускоритель отработал, он выталкивается из камеры сгорания маршевого двигателя набегающим потоком воздуха. Такое использование двигателя и ускорителя позволяет ракете лететь с максимальной скоростью в 1000 метров в секунду. При этом средняя скорость на всей траектории полета составляет 750 метров в секунду. После того, как ракета вышла на траекторию полета, происходит автономный полет к цели в соответствии с теми данными, которые были заданы самолетом-носителем. Ракета способна поражать цели на максимальном расстоянии до 110 километров. И после пуска ее она уже действует автономно, захватывает цель и поражает ее. Осуществлять пуски ракеты можно на высотах от 50 метров до 15 километров. Противокорабельная ракета Х-31А по компоновке очень похожа на противорадиолокационную версию. Вместо пассивной радиолокационной головки самонаведения, тут установили активную радиолокационную ГСН АРГС-31. После пуска ракеты на расстоянии примерно в 7-10 километров от цели, она начинает поиск и захват цели. Установили радиовысотомер А-069. Ракета летит на высоте от 100 до 300 метров над водной поверхностью, чтобы быть менее заметной для радаров противника. Двигатель оставили здесь такой же. Плюс его еще и заключается в том, что он оставляет меньше шлейфа и сложнее заметить ракету во время полета к цели. Установили взрыватель с задержкой. Это позволяет сперва ракете проникнуть внутрь корабля, а затем уже подорваться. Установили проникающую боевую часть массой в 90 килограмм. Установили другой блок управления. По компоновке ракета осталась такой же. Только максимальная дальность поражения целей меньше, чем у Х-31П. Максимальная дальность составляет 70 километров. Это если запуск ракеты осуществляется с высоты в 15 километров. А если самолет-носитель летит на высоте в 10 километров и запускает ракету по цели, то она может поражать ее на максимальном расстоянии в 50 километров. На финальном участке полета ракета может резко подниматься вверх и сверху поражать корабль противника. Улучшенная версия противорадиолокационной ракеты Х-31ПД стала большим как по размеру, так и по весу. И, соответственно, были улучшены возможности по части поражения целей. Эта ракета и Х-31АД уже создавались в 2000-х годах. Х-31ПД весит уже 715 килограмм, в длину 5340 миллиметров, диаметр все те же 360 миллиметров, размах крыла 954 миллиметра. Был установлен новый маршевый прямоточный воздушно-реактивный двигатель 52ПМ и новый стартовый ускоритель. Но при этом максимальная скорость полета ракеты осталась такой же – 1000 метров в секунду. Установили новую боевую часть массой в 110 килограмм и новую широкополосную пассивную радиолокационную головку самонаведения L-112. Максимальная дальность поражения целей была увеличена до 250 километров. Это при пусках с высоты в 15 километров и до 180 километров при пусках с высоты в 10 километров. Тут еще установили инерциальную навигационную систему. Головка самонаведения может либо захватить цель, когда находится на катапультной установке, которая размещена на самолете-носителе или уже непосредственно во время полета. Еще одна версия, которая появилась в 2000-х годах – это Х-31ПК. Параметры ее и возможности аналогичны с базовой версией Х-31П. Отличие заключается в том, что тут был установлен новый неконтактный взрыватель. Была переработана начинка, чтобы можно было оптимально разместить топливо для ракеты. Еще была улучшена боевая часть. Максимальная дальность полета осталась 110 километров. Улучшенная версия противокорабельной ракеты получила индекс Х-31АД. Тоже было внесено ряд изменений, чтобы улучшить возможности ракеты. Установили новую помехоустойчивую активную радиолокационную головку самонаведения. Габариты ракеты такие же, как у Х-31ПД. Установили улучшенную проникающую боевую часть массой в 110 килограмм. Ракета способна поражать корабли в зависимости от высоты пуска на максимальном расстоянии от 120 километров до 160 километров. Эту версию ракеты можно еще использовать с вертолетов К-52К. Это корабельная модификация вертолета. При этом нужно его оснастить специальной бортовой РЛС. Кто хочет знать о возможностях вертолета К-52, ранее выходил обзор на канале. Ссылка будет в описании. Х-31АД тоже оснастили инерциальной навигационной системой. И самая современная версия противорадиолокационной ракеты – это Х-31ПМ. Информация о ее применении впервые появилась в 2022 году. Большинство данных про эту ракету скрывают. Известно, что она оснащена новой широкополосной радиолокационной головкой самонаведения L-130, что позволяет лучше захватывать цели даже в том случае, если отключают радар, и после захвата ракетой цели он перестает излучать сигнал. Была улучшена боевая часть, электроника, и установили улучшенный блок управления. Также установили новый маршевый двигатель и стартовый ускоритель. Ракета способна теперь поражать цели на максимальном расстоянии в 300 километров. Максимальная скорость полета была увеличена до показателя в 3,5 маха, что в пересчете примерно 1100 метров в секунду. Когда говорят про Х-31ПМ, то обязательно вспоминают, что эта ракета специально предназначена для уничтожения радаров зенитных комплексов Patriot. И в ближайшие годы планируют в России значительно нарастить производство этих ракет, а также продолжать улучшать обе версии ракеты. Что ж, это была ракета Х-31. Уверен, видео для вас было интересным и познавательным. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк. На этом у меня все. Мирного вам неба. Пока.